В Москве при поддержке фонда Нрития, Сабха и Культурного центра посольства Индии состоялся концерт «Нагма» – диалог индийской и арабской музыки. «Нагма» означает бесконечно повторяющийся по кругу мотив. Это центральное понятие для индийской музыки. Музыка их связала. На сцене коллективы «Дэви» и «Восточное собрание». Эти молодые группы объединили исполнителей, которым по душе нотки Востока. Юлия Белоусова больше 10 лет играет на барабане «Табло». Начинала учиться в Индийском культурном центре, а теперь сама преподает и уверяет – у «Табло» свой собственный язык. Мы используем две руки, два барабана, для того, чтобы у нас был полный диалог, полный разговор. Например, звук «да». Известное русское имя «гена», да? У нас тоже есть «гена». Как слышим, так и пишем. Поэтому вместо нот в тетрадке – запись звуков на хинди или латинице. Более привычное звучание дают струнные. Например, один из самых древних инструментов, известных на Востоке. Этот музыкальный инструмент называется «уд». Он далекий предшественник гитары, но весит значительно легче, чем его известное детище. «Уд» стал прообразом не только гитары, но и лютни – популярного в Европе инструмента. Рисунок игры на «уде» напоминает арабское письмо. Короткие штрихи сменяются длинными, как буквы и строчки у восточных каллиграфов. «Длинная строчка напоминает вполне возможно вот… А вот буква… В природе игры на этом инструменте постоянная смена штрихов, постоянное дробление звука». Каждому, кто занимается индийским классическим вокалом, не обойтись без тампуры. Инструмент дает две необходимые ноты, на которые опирается вокалист во время пения. «Он обеспечивает непрерывный бурдон, так называемый, или дрон. Когда вы слышите индийскую музыку, вы слышите там бесконечно повторяющийся звук, такой медитативный волшебный фон, такой жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж Индивидуальные особенности голоса здесь не главное. Важно, чтобы человек правильно понимал музыку. Индийский вокал – это больше эмоциональное упражнение, определенная практика концентрации, а звук – словно результат медитации. Музыка по-европейски всего на два лада – мажор и минор. В индийской традиции таких ладов несколько сотен, и каждый отражает отдельный спектр эмоций. Восточные тонкости проявляются даже в игре на ударных. Это ближневосточный рамочный барабан, называется рик. Рик в переводе с ближневосточных языков означает «тихий». У него очень сложная техника и требует большой точности. Музыканты признаются – восточная музыка требует от исполнителя большого самоконтроля и внутреннего спокойствия. Именно этого состояния так не хватает в городской суете. Изящные восточные мотивы не просто радуют слуг, но и возвращают человеку гармонию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова